Добрый день дорогие друзья с вами программа размова и мы продолжаем с вами говорить путешествуя вместе с апостолом павлом по греции о библейских городах европы первых церквях и мы находимся на крепостной стене старых фессалоник и так прошлой программе мы с вами говорили о филиппах и сегодня я хотел бы поговорить с вами офис олоне город фессалоника это на сегодняшний день 2 по величине город греции вместе с пригородами насчитывает более миллиона жителей сегодня в нем находится университет аристотеля аэропорт один из крупнейших в греции порт морской и многое другое почему именно фессалоника наверное в том числе и потому что это был крупнейший греческий порт того времени смотрите 17 глава деяний первый стих начинается так прошедшие через амфиополь и аполонию они пришли в фессалонику где была иудейская синагога отсюда до филипп первого города в котором апостол павел проповедовал евангелие где началась первая в европе церковь примерно 150 километров это около недели пешего пути или пять дней на повозке между этими городами в то время находилось два достаточно крупных поселений это амфиополь и аполлония но соответствие с тем что говорит писание апостол павел прошел через не почему так же в книге деяний написано что он остановился здесь только потому что здесь была иудейская синагога апостол павел идет на запад по достаточно хорошие дороги потому что в данной части европы вот эта дорога является главной магистралью ведущей из рима во все восточные провинции и на этой дороге есть два достаточно больших достаточно развитых города населенных с населением более ста тысяч на то время человек что очень много но он проходит через них и я вижу здесь это объяснение только в одном там не было синагоги смотрите он прошел через амфиополь он прошел через заполонию не останавливаясь там возможно переночевал только и он двигается дальше приходит фессалонику и остается там только по одной причине там есть иудейская синагога апостол павел приходил туда где были людей где пол проповеди евангелия было богословское основание то есть это не было что-то инородное что-то абсолютно новое иудейский народ живший в израиле живший в иудее так же как и по всей земле в то время находился в состоянии знаете такого мессианского ожидания ожидания иисуса христа об этом все говорили раввины предупреждали было обостренное такое знаете пророческое движение постоянно все пророчества ли том что вот-вот придет христос и так мы видим еще один пример того что апостол павел приходит к тем людям с которыми есть о чем поговорить он ищет людей у которых есть библейское понимание жизни есть некое общее основание для размышления не просто идея бога вот на этим служа в азии в непале в индии мы сталкиваемся с тем что проповедуя об иисусе христе мы не встречаем того отклика который хотели бы или того который мы встречаем в европейской части или же там где есть некая библейское основание потому что для монотеистов многобожие является идолопоклонством а для людей политеистов то есть индуистов буддистов вообще подход христиан кажется узким почему вот если вы встретите кришна это на улице или просто вы его встретите почему кришна это потому что здесь их много встретить этого человека и вы увидите его неком таком знаете смиренном состоянии ли не состояние а такой подачи смиренной присутствует некая высокомерие то есть он как бы смотрит на тебя сверху вниз раньше меня это немножко заводило но после того как мы стали служить в той части мира я понял их позицию они смотрят на нас так потому что уверены что мы узкие они говорят есть множество богов но вы почитайте только одного из них то есть вы не видите всей картины мира вы не понимаете всего что происходит в духовном мире так вот апостол павел проповедуя шел к тем людям которые были готовы к тому чтобы принять евангелие то есть он шел к тем людям у которых писание еврейские писания закон тора он уже заложил определенное основание для того чтобы разговор если можно так сказать был предметным фессалоника встретила апостола павла достаточно радушно павел пришел сюда войдя в иудейскую синагогу он начал учить убеждать и доказывать исходя из писания о том что именно иисус является тем мессией которого ожидали иудеи многие иудеи уверовали многие поверили потому что свидетельство павла было основано на на пророчество он приводил доказательство посмотрите пророк иса говорит и вот это исполнилось в иисусе пророк и риме говорит и вот это пророчество исполнилось в иисусе даниил пишет и мы видим исполнение была одна маленькая проблема те люди которые жили в этом городе они не присутствовали в иерусалиме они не были прямым свидетелями происходившего и поэтому им приходилось полагаться на свидетельство самого апостола который говорил что это действительно была истина здесь мне хотелось бы сделать небольшую еще такую знаете ремарочку по поводу служения в синагоге когда мы с вами говорим о служении о богослужении мы представляемся классическая либо протестантская либо православное или католическое служение то есть литургию не играет роли и и форма не играет роли ход да то есть как это происходит и что но в нашем понимании есть литургия выход вход прочитали спели помолились общим пением по одному группой и так далее но когда мы говорим о синагоге то здесь все немножко по-другому синагога это место прежде всего общение да это религиозное общение но здесь принято иногда даже перебивать проповедника задавать вопросы высказывает собственное мнение и когда приходит какой-то другой новый человек синагогу его обязательно спросят откуда ты кто ты а может быть у тебя есть что-то поделиться с людьми давай вместе поразмышляем над писанием и когда апостол павел пришел в синагогу в том числе и в фессалоникийскую ему дали такую возможность потому что это человек пришедший из иерусалима там не был просто человек гуляющий по миру он был человеком имеющий вид путешествующего из иерусалима его одежда не было греческой он шел из азии и конечно же это очень сильно заинтересовало религиозных людей того времени и они дали ему место три недели апостол павел учит фессалоникийской синагоги и что интересно собирает достаточно много на неевреев очень много знатных людей приходят фессалонику собираются в синагогу для того чтобы послушать апостола павла чем это вызвано город фессалоника был основан македонским царем уже на основании нескольких практически нескольких десятков более мелких таким образом город фактически сразу стал одним из крупнейших в македонии и впоследствии в древней греции кстати именно фессалониках точнее в одном из небольших городков впоследствии вошедших в состав этого города и родился величайший мыслитель древности аристотель человек которого считают отцом педагогики человек который был учителем александра македонского кстати македонский пошел не просто завоевывать мир но будучи наученным аристотелем нес свет просвещения темным народом организуя не просто знаете военные походы не просто строя города который назвал в собственную честь своим именем он строил школы устроил университеты он строил всевозможные образовательные центры вообще аристотель человек который открыл первую школу и именно в фессалонике аристотелем был основан первый лицей или ликей как он тогда назывался прообраз современной школы в лице аристотеля первого степенное внимание уделялось прежде всего двум двум моментам он говорил что детей молодых людей следует обучать способности мыслить и арифметики основная идея аристотеля мне очень хочется об этом сказать состоит в том что он не просто придумал образование людей учили грамоте и до него но он придумал школы в которых он сказал необходимо только две вещи первое научить мальчиков в основном мальчиков арифметики и самостоятельно находить информацию обратите внимание он учил детей не навязывая свою точку зрения не объясняем некие законы а учил их помогая самостоятельно думать самостоятельно искать ответы на вопрос это было очень важно и в плане проповеди евангелия почему потому что когда пришел апостол павел фессалоника представляла из себя не просто самый большой порт того времени но и место где было наибольшее количество если так можно выразиться ищущих людей людей у которых были вопросы и они искали ответы грубо говоря те люди которые учились в школах этого города находились в состоянии поиска и многие из них искали ответы на свои вопросы в том числе в религиозном плане это поощрялась аристотелем который поощрял религиозный и в том числе сексуальный поиск он был достаточно либеральным товарищем но когда в город пришел апостол павел быстро распространилась весть о том что пришел некий проповедник который проповедует воскресение из мертвых и те люди которые думали об этом были открыты к этому искали ответы на вопросы либо напрямую связанные с воскресением бытием бога либо каким-то образом касались этой темы они пришли для того чтобы его послушать было достаточно большое собрание людей где три недели апостол павел с утра до вечера учил отвечая на вопросы участвую в дискуссиях как это принято в синагоге это вызвало совершенно ожидаемую реакцию тех кто не поверил то есть тех людей которые стали во главе еврейской общины знатных иудеев возможно это были очень религиозные люди возможно это были представители фарисейской диаспоры саддукеи что вряд ли кстати то что саддукеи это были люди привязаны к иерусалиму сказать все это были фарисеи люди воспротивились религиозный человек не принял благую весть и здесь началось то что на мой взгляд было чем-то более худшим чем то что происходило в филиппах смотрите если в филиппах гонения на павла были инспирированы будем говорить светским обществом бизнес элитой то здесь свои братья начали откровенное гонение на апостола это всегда болезнь всегда более трудно перенести чем политическое давление со стороны безбожник верующие хотя в 17 главе в четвертом стихе написано некоторые из не поверивших то есть не принявших христа но тем не менее братьев как их всегда кстати называет апостол они начали гонение тем более мне странно читать да когда апостол павел послание к римлянам пишет что я сам готов быть отлученным от христа ради этих людей дабы они познали ведь прежде всего он пришел именно к ним но фессалониках большая часть уверовавших все-таки были греками это не были иудеи были вот те самые ищущие греки те самые люди которые были воспитаны если так можно выразиться в духе аристотеля но руководство те люди которые управляли синагогой и я даже думаю что еврейская община лидеры диаспоры они зажглись завистью как это обычно бывает пошли на рынок подкупили каких-то негодных людей возбудили толпу и в городе начались беспорядки в течение нескольких дней фессалоника была охвачена народным бунтом люди возбужденные оплаченными фарисеями негодными товарищами они громили лавки били людей совершали погромы и когда у людей появлялся вопрос почему это происходит что случилось кто виноват зачинщики четко заучено показывали в сторону дома и асона еврейские начальники приходят в дом и асона кстати начальника синагоги кантора синагоги одного из них уверовал что в иисуса христа вместе со своим домом где жил апостол павел со своими спутниками не найдя апостола не схватили и асона его друзей родственников и привели городским начальником те выслушав толпу выслушав и асона назначили определенный залог и писание не говорит нам сумме этого залога но я думаю что это не была какая-то баснословная сумма потому что я сон заплатил этот залог после чего их выпустили что было дальше с этим процессом мы не знаем потому что этой же ночью апостол павел вместе со своими друзьями был перевезен или отправлен в верию которая находилась на севере от фессалоник где он провел некоторое время но об этом мы поговорим с вами в следующей программе у фессалоникийской церкви которая началась с нескольких буквально семей три уникальные особенности первое апостол павел не был тем кто наставлял верующих в этой церкви достаточно длительное время чтобы эта церковь была дайте такая основательная он много времени потратил на ефес он очень много впоследствии служил в каринфе но фессалоникийская церковь она была основана павлом и ему пришлось покинуть этот город в дальнейшем все наставление павла совершалось путем писем путем посылания сюда своих сотрудников тимофей несколько раз был фессалониках и так далее вторая особенность этой церкви заключается в том что это была первая церковь в которой было как бы два состава это были иудеи и это были греки если в антиохийской церкви из которой павел вышел в свои миссионерские путешествия если вы помните тринадцатую главу книги деяний были в основном язычники если в иерусалимской церкви были в основном евреи то церковь фессалоник это была церковь которая вмещала в себя и тех и других это уникальная особенность фессалоникийской церкви именно здесь кстати на этой почве впоследствии разгорелись нереальные споры по поводу обрезания воскресения христа и вознесения церкви потому что представление иудеев достаточно радикально расходились с представлением язычников которые смотрели на это немножко по другим углом и третья особенность фессалоникийской церкви заключалась в том что она была очень похожа на иерусалимскую дело в том что фессалоникийские греки люди населявшие этот город изначально после вот этих погромов и бунта которые устроили иудейские начальники очень резко негативно были настроены против церкви и фессалоникийская церковь всю наверное первые 20 или 30 лет своего существования находилась в состоянии постоянных преследований и гонений об этом апостол павел кстати пишет по моему в первом послании фессалоникийцев он сравнивает иерусалимскую церковь и фессалоникийскую говорят что вы очень похожи там иудеи то есть свой народ не приняли церковь не приняли благую весть и начали преследование точно так же как и здесь в греции во втором городе который принял благую весть местные жители многие десятилетия не просто не принимали евангелие но были весьма агрессивно настроены против и верующие постоянно подвергались гонениям и преследованиям преследования эти преследования утихли только концу века это не до конца и осадок след вот того волнения остался наверное до сегодняшнего дня итак первая церковь филиппах церковь в которой не уверовавшие язычники воздвигли гонения на павла вынудили его уйти фессалониках эти гонения были организованы своими что на мой взгляд более болезненно тем не менее церковь была основана и существует до сегодняшнего дня и и и